Приветствую вас! Я бы сказал, что ваши навязчивые мысли, которые, ну вот, которые вы чувствуете, которые вы замечаете за собой, вот, ваши навязчивые мысли, они появились, ну, не просто так, скажем, прямо, они появились не просто так, они появились, потому что, возможно, 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 значит, ну, для вас это было, скажем так, проблемы и раньше, вот, ну, для вас это проблема, она существовала и до того, как эта ситуация в целом возникла, вот, то есть проблема, ну, ну, например, да, например, проблема собственной навязчивости, проблема того, что вы из себя представляете, вот, и так далее. То есть это, в принципе, вполне нормальное, вполне нормальное проявление, то есть вот болезнь, которая у вас возникла, да, она, скажем так, просто, она, скажем так, просто всколыхнула, всколыхнула те трудности, которые у вас были до этого, но на которые вы внимания могли, в принципе, и не обращать вообще, вот, ну, до поры до времени. И сейчас, когда вы столкнулись с такой проблемой, вот, сейчас, когда вы столкнулись с такой проблемой, то данные мысли кажутся вам неестественными, что это кажется следствием, ну, следствием, например, того, что, допустим, вы болели. Хотя на самом деле, на самом деле, подобные мысли о ненужности, значит, ну, вашей ненужности, вот, скорее всего посещали вас и рано, просто вы их, значит, скрывали, ну, или там, не знаю, не позволяли, не позволяли этому проявляться, что ли, да. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, ситуация, она, вот, выглядит, выглядит, скорее, скорее, именно так, на мой взгляд. Соответственно, навязчивые мысли почти всегда есть запрет. Навязчивые мысли почти всегда есть запрет на, ну, скажем так, определённое, ну, на определённое достижение, на определённое состояние, вот, на определённое действие и так далее, вот. То есть, например, навязчивые мысли о том, что вы никому не нужны, и что вы будете болеть, мешают вам, допустим, принять себя. Например, 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 например. Ну, сейчас вам, чтобы себя принять. Вот. И это, ну, это достаточно серьёзная такая проблема. То, что вы не принимаете в себе, то, что вы не принимаете в себя до конца. То, что вы считаете себя, там, бесполезной, или то, что вы принимаете в себя только условно, например. Вот. Все вот эти вот вещи, это всё стоит за навязчивыми мыслями. Вот. Так же, как и страх, ну, так же, как и страх заболеть. Я думаю, он, ну, я думаю, что он в эту же, ну, в эту же сферу идёт. Вот. Вот. То есть, заболеть вы можете хотеть, потому что, если, если, если вы заболеете, то, что от вас, например, ну, допустим, не будет ничего требоваться. А так вы чувствуете себя, например, допустим, ну, в постоянном напряжении. То есть, природа навязчивых мыслей, природа навязчивых мыслей, это природа, это природа того, что вы хотите. Знаете, это природа того, что вы себе запрещаете. Вот. Вот. Понимаете? Какая история. И это, безусловно, нужно анализировать. Ну, то есть, изучать. Вот. Потому что это важно для понимания того, что с вами происходит. Понятно, да? Надеюсь, о чём идёт речь. Вот. Значит, смотрите. Как можно себе помочь? Ага. Себе помочь практически нельзя. То есть, вы себе не поможете. Здесь, потому что это работает ваше, ваше подсознание. Вот. А сами вы, сами, сами вы, скорее всего, не справитесь и даже не заметите, что случилось. Вот. То есть, не будете, не будете видеть, чувствовать, да, понимать, что произошло. Вот. А, ну, там, потому что, ага, то, что происходит, это, там, ну, для вас, например, в новинку, допустим. Вот. 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 Или то, что происходит, вам, вам, ну, непривычно. Вот. Вы с таким, раньше, например, не сталкивались. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, что, эээ, сами себе вы не поможете, не поможете. Вот. Конечно, имеет смысл обратиться вам, эээ, к врачу, да, чтобы он исключил, эээ, ну, возможность того, что у вас это, эээ, проявление, проявление, эээ, ну, болезни, которая, эээ, у вас может быть. Вот. Ну, я думаю, что навязчивые мысли появились, эээ, тогда, эээ, когда ослабел контроль. Вот. И, как только, эээ, как только контроль ослабел, вот, тут же вас это включил. Эээ, что нужно сделать? Сделать. Нужно принять. Тут не запротивляться, эээ, значит, своим, своим мыслям. Вот. Нужно их, эээ, принять, вашим мыслям, эээ, позволить им, вас, эээ, например, охладить. Вот. И, соответственно, тогда вы поймете, эээ, чего же вам хочется. То есть, чего, чего вы желаете. Вот. Думается мне, думается мне, что именно с этого и начнется ваше, соответственно, ну, извлечение, да, то есть, с этого и начнется ваше изменение, ваши перемены. Вот. Хотя, конечно, не исключено, что вам потребуется больше, эээ, времени потребуется больше, ээээ, насчет, ресурсов для того, чтобы вам помочь. Но, тем не менее, тем не менее, если вы, эээ, хотите решить свои проблемы, то, ну, придется, эээ, соответственно, ага, значит, прикладывать какие-то усилия, эээ, для того, чтобы ситуация поменялась, да? Вот. Эээ, сама помощь, эээ, и сказать, что, что касается, сама помощи, что, эээ, здесь я мог бы предложить вам, эээ, почитать книгу, эээ, эээ... Федерико Первый за практикум в ээээ-ээээ... гестарт-терапии, вот. Эээээ... Книга Вот. Ээээ, книга хороша, эээ тем, что, эээ, ну, могла бы помочь вам научиться правильно распознавать свои чувства, которые у вас есть, и не обещать от них, да, а наоборот идти к ним на встречу. Понятно, да, о чем мне говорить, хорошо, давайте дальше. Значит так, ну вот смотрите, вы пишете, что рыдали при муже, предлагаю ему от чистого сердца уйти и строить жизнь соответственно с кем-то еще, вот, то есть это позиция, ну такая, да, заверимо проигрочная позиция ваших стран, и связана она с тем, с тем, ну, с тем, как вы себя воспринимаете. То есть вы воспринимаете себя так, что по вашему мнению, да, ну, мужчина, ну, не знаю, должен уйти, например, по вашему мнению, мужчина может уйти, понимаете, вот. Вот. Вот это позиция неуверенности в себе, ну, скорее всего. Скорее всего. Это позиция неуверенности в себе и нежелание унести ответственность за себя. Плюс, плюс, возможно, есть страх все-таки, есть страх, страх того, что вас, ну, бросят, страх остаться одной, вот. От чего вы пытаетесь отстраниться, вот. То есть это, ну, такая, знаете, манипулятивная немного стратегия, да, ну, манипулятивная немножко позиция, вот. Потому что, ну, чтобы ты уходи, вот, я это делаю для тебя, вроде как. Но на самом деле я просто не хочу, чтобы ты меня бросил. То есть я лучше сама тебя бросил, да, лучше сама предложу тебе уйти, да, чем ты сам это делаешь, соответственно, у меня будет больнее, вот. И, соответственно, соответственно, ну, можно говорить о том, здесь можно говорить о том, что вы, возможно, очень негативно относитесь вообще к боли, к боли, ну, к любой, к любой боли. Вот. 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 Это, конечно, предположение пока только, вот. Но неправильное отношение, неправильное отношение к боли, да, неправильное отношение к боли, вот. Вот. Оно есть у многих людей, вот, и тут самое главное, на мой взгляд, самое главное, правильно воспринимать то, что происходит, правильно воспринимать. Это самая боль, вот, ну, потому что, боль-то она всегда была, есть и будет, вот, без нее нет жизни, но избегая, избегая боли, вы избегаете роста, вы избегаете развития, вот, а это, на мой взгляд, очень такой, ну, деструктивный путь. Вот. Ну, а здесь у вас совершенно очевидно занижена самооценка, вот, ну, потому что вы предлагаете мужчине опрашивать свой инструктор с другой здоровой женщиной. Вот. Вот. Это заниженная самооценка, ощущение от того, что я, там, не такая, там, я, ну, не могу, не должна быть такой, вот, это плохо, то, что я такая, вот, и так далее. Дальше, идем. Так, э-э-э, когда понималось, я перебиваюсь в понимании, что я не могу болеть, а если я болею, то, всё, смотри, я слабая, слабая, вот, и так далее. Дальше, идем. Так, э-э-э, когда понималось, я перебиваюсь в понимании, что это, как лечить, лечить, па пропала. Ну, понимаете, па – это страх, это всплески такие, страх, и почти никогда на ровном месте па не возникает почти никогда. То есть, у па всегда есть основания. Вот. Я бы рекомендовал вам всё-таки подумать на тему того, да, вот, чем, чем могло быть вызвано па, вот, конкретно. Вот. Это, это важно. Ну, ну, потому что, от этого зависит то, что вы будете делать дальше, по сути. то, как будет выстраиваться ваша жизнь в дальнейшем. Вот. Потому что, если при каждом, при каждом появлении чего-то негативного, вы будете предлагать, можно уйти. вот. Вот. Ну, рано или поздно, на действительном отсуте. Поэтому, я думаю, что здесь вам, эээ, нужно поменять отношение к себе. Все-таки, вы достойны того, чтобы быть любимой, вы достойны того, чтобы быть счастливой, и болезнь, любая болезнь, да, в общем и целом здесь ни при чём. Вот. Вот. Но, эээ, сама цинка, да, эээ, заниженная, вот, сама цинка, вот, у вас взялась не из ниоткуда. Вот. Это нужно понимать. Дальше, эээ, так, навязчивые мысли о том, что боль может повториться, я не смогу с ней справиться, что она бесполезна для семьи, что буду обыграть для мужа, начинают сводиться мам. Как видите, эээ, основной страх не в том, что придёт боль, да, и вам будет больно, а основной страх именно в том, что вы станете бесполезной для семьи. Вот. Вот. Это основной страх, который у вас есть. И я полагаю, что именно с, именно с, эээ, именно с него, да, и надо бы и начинать. То есть не с того, что вы боитесь боли, а с того, что вы боитесь, что будете бесполезны для своих семьи. Ну, здесь, конечно же, конечно же, очень важно, а, вообще, ваше представление о полезности. То есть, что это такое полезность? Как это вообще вами воспринимается? Какие критерии, по вашему мнению, полезны, ну, полезности, да? Вот. А, на основании, на основании чего вы строите свою семью? А, применяете ли вы такие же критерии к другим членам семьи? То есть, ну, например, считаете ли вы, допустим, что муж тоже должен быть полезен так же, как вы? И, считаете ли вы, что если он заболеет, что вы тоже получите, ну, право уйти от него? То есть, это все тоже нужно разбирать. Вот. Как видите, у вас присутствует достаточно большая доля условности в отношении. То есть, я имею право на что-то или то-то. Вот. Ну, только что в том случае, если соответствую каким-то стандартам. А любовь и отношения – это все-таки что-то безусловно. Вот. Но я верю, я верю в то, что вам это для себя понять достаточно тяжело. Вот. Сейчас. Но, тем не менее. Данную установку нужно разбирать. Вот. И корректировать. Потому что она напрямую влияет на то, значит, как вы к себе относитесь. Вот. Ну. Сейчас вот. На данный момент. И это очень-очень важно. Дальше идем. Так. Я прекрасно понимаю, что боль может вернуться, может не вернуться. Да, вообще может какая-то другая болезнь. Но никак не могу прорвать этот данный круг. Хотя и понимаю нерациональность навязчивых мыслей. Пытаюсь подозработать и постоянной занятости. Ну, все равно, я сейчас просто рассказываю вместе на тема. И если не сняю в работе, как я, плачу драгостоящее лечение. Я полагаю, что в основе того, что происходит, да, лежит, ну, скажем так, страх. Лежит страх того, что вы, того, что вы будете бесполезны. Вот. В основе вот вашего, ваших мыслей навязчивых лежит именно этот страх, что вы будете бесполезны. И, возможно, страх остаться одной. Хотя я, безусловно, в этом не уверен. Но все указывает на это, на то, что вы боитесь остаться одна. Вот. Боитесь, что вас бросят и так далее. Вот. Соответственно, не сложно догадаться, что данная позиция, да, значит, она не является вашей, да, то есть она не является самобытной. Вот. Данная позиция является исключительно следствием того, что вы, ну, думаете о себе, следствием того, как вы относитесь к себе. Вот. И следствием опыта, который вы приобрели в своей жизни. Вот. Потому что, как вы говорите, что боль постарительная, я не могу же не исправиться, стану бесполезной для семьи. Вот. То есть вот этот вот ключевой момент пользы для семьи, да, и, соответственно, роль, роль семьи, да. Вот. Вот это вот нужно разбирать. У вас. То есть откуда, кто, кто у вас, значит, такое отношение продвигал, ну, допустим, к вам. Вот. А, с этого и начинается. То есть с этого нужно исходить. Вот. И, я полагаю, что, назяв исходить из этого, вы сможете уже увидеть причины, причины, которые, собственно говоря, привели вас вот к тому, что вы чувствуете сейчас. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос который вы задаете. Можно ли здесь помочь себе самостоятельно? Если честно, я не думаю, но только если вот книгу почитаете, да, которую я вам порекомендовал, вот, если книгу почитаете, то, да, что-то может быть, что-то может изменить, вот. А так, так, вряд ли, вот, ну, опять же, потому что это сложно, это сложно, самостоятельно это сделать очень тяжело, что, вот, вы привыкли жить, вот, ну, в своей реальности, да, и вам будет практически невозможно измениться, самостоятельно, вот. Поэтому проще, конечно, будет, если вы доверите это специалисту, который, ну, поможет вам грамотно, поможет вам грамотно, сразу вперед, вот, и найдет для вас решение, вот. Опять же, ему же будет хорошо, и вам будет хорошо, и у нас, соответственно, ну, скорее всего, да, уходить там не придется ни от кого никуда, вот, так что, держайте, вот, можете, значит, почитать книгу, вот, которую я рассказал, вот, она вам, в принципе, покажет основные ваши проблемы, вот, которые у вас могут быть, и дальше уже вы будете думать, что с этим всем делать. Ну, а на этом все, я надеюсь, что он помог вам, если у вас остались допросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам успеха в решении вашей проблемы, я желаю вам удачи, я желаю вам гармонии в семье, и поменьше, значит, думать о том, что, вот, вы остались там, или что-то еще. Всего вам доброго и удачи!